В профессии четверть века и хоть легких травм всегда больше, нередко приходилось проводить экстренные операции и спасать человеческие жизни. Олег Жилицкий для своего района специалист уникальный. В смену делает по четыре операции и, если зовет долг, готов примчаться в операционную даже среди ночи. Но когда душевная усталость накапливается, скальпель в своей руке меняет над тяжелый молот. Пять лет назад профессиональный хирург освоил старинное ремесло – кузнечное дело. Взял исконные методики, провел апгрейд, соорудил авторский электромолот, угольный горн, сменил на газовый и стал вдыхать жизнь в холодный металл. Вот из такого куска полосы делается обычная стандартная подкова. Создать подковы в кузнечном деле – основа основ. Свою первую Олег ковал два часа. Сейчас хватает 30 минут. Это полоса, нагревается. Дальше таким бородком пробиваются канавки. И даже инструмент в мастерской – дело рук мастера. Хирургические навыки, признается, оказались очень кстати. Вообще, первой его работой когда-то стал мангал для своей семьи. Затем выковал символ медицины. Его мужчина установил у корпуса, где проводит операции. А со временем на территории больницы появился еще один более увесистый объект. У входа в Лоевскую районную больницу встречает большое сердце. И это также дело опытных рук местного хирурга. На него в свое время ушло более 200 килограммов металла. Со временем работы доктора стали украшать и частные подворья. А в прошлом году установили самую сложную его работу – металлическое дерево любви. С тех пор на этом месте молодожены скрепляют свои узы миниатюрными замочками. Работы местных умельцев, можно так сказать, в том числе и Олега Павловича, превращают наш город в такой красивый, уютный, благоустроенный городок. Украшают территорию дворя нашего района. Можно посидеть, допустим, посмотреть, где-то сфотографироваться. Положительные только отзывы. Побольше таких бы еще в наших краях людей. Пока коллеги отмечают, что доктор умело кует и свое здоровье, и чужое здоровье, сам врач хвалить себя не привык. Но за кадром отмечает, как важно для него заниматься тем, что будет делать жизнь других людей хотя бы немного лучше. Если мы освоили хирургию, то уже освоить это – это проще. К своим работам относится практически как к своим детям, которых ты выращиваешь своими руками. Самое главное, что это отдых для души. Из обычной железяки можно сделать вещь, которая будет многие годы радовать людей. Детским писателем можно стать в любом возрасте. Это подтверждает история Баянгали Алимжанова. Он свою первую детскую книжку написал уже будучи дедушкой, хотя, как автор, давно известен в стране. Я начал писать для своих внуков стихи, и они быстро заучивали это. Я был этому рад, и вот целый дом детских стихов написал. Были казахские героические эпосы. Легенды моих предков меня всегда волновали. Тот дух, тот стремление к свободе, тот вот те справедливые, очень честные, преданные народу герои. Батыры – главный герой его книг. Писатель рассказывает об их невероятных подвигах. Все основано на исторических фактах, чтобы дети развивались. Пятиклассник Алыбай Кумарбек благодаря им увлекся историей. Мне очень понравилась книга про мальчик, который победил шайтана. Такие сказки учат доброжеланию, помогать другим, спасать людей. История в картинках воспринимается детьми быстрее, считает Бексултан Казыбек. Он придумал казахмена – казахского супергероя комиксов. Это выдуманный собирательный образ. Дети его сразу полюбили. В свет вышел уже третий выпуск. У нас основной конфликт в комиксе – это то, что герой, в которого никто не верит, но у нас есть потоки силы сеном. Сеном с казахского слова переводится как вера. И тут в первую очередь идет речь о вере в себя. И чем сильнее наш главный герой верит в себя, тем он сильнее становится. Создание комикса – колоссальный труд. В среднем нарисование одной страницы уходит до десяти часов. Их создает целая команда – художники-графисты, колористы, верстальщики. Но результат того стоит. Первые 15 тысяч экземпляров раскупили сразу. Истории о казахмане теперь есть во всех книжных магазинах страны. Жанр казахских книг растет. То есть не только уже в классике, но и классические сказки, классические произведения, но также пишется и фэнтези. То есть это то, что детей в принципе занимаются, сколько это надо надумывать. Это какие-то волшебные миры, это что-то, чего у нас нет. В Министерстве культуры подсчитали, что только 36% казахстанских детей посещают библиотеки. Поэтому 2021 год объявлен годом поддержки детского и юношеского чтения. За это время обещают пополнить фонды библиотек современной литературой и поддержать детских писателей. 70-летняя Халида Рахимова для участия в велопробеге приехала из города Кант. И не одна, с двумя внучками. У нее есть цель – добраться до Иссыкуля на велосипеде. Выдержали мы, сейчас хотим куда-то подняться еще вверх. Ничего. У меня хоть велосипед простой, не скоростной, но не отстаю от других скоростных. Вот моя внучка в пятый класс перешла. Сами все обслуживаю внимательно, внимательно. Скажи, пожалуйста, тебе не устала? Нет, я не устала. Это очень хорошо, что так мы занимаемся с бабушкой. Я с детских лет уже с ней ездию. Конечная цель пробега – Орто-Сайские холмы. Дорога на панораму проверила велосипедистов на выносливость. Впервые принимающие участие в велопробеге отметили нелегкость маршрута. Дорога хорошо. По этой дороге первый раз езжу, но достаточно хорошо. Официально горный велосипед – фитбайк. Для горной местности, точнее для нашего Кыргызстана. Веломарш в Бишкеке проводится уже в 15-й раз. В первый раз в акции приняли участие только 20 человек. И, по словам организаторов, количество любителей активного образа жизни растет с каждым годом. Велопробег состоял из двух этапов. Один прошел по городу, из парка здоровья до 12-го микрорайона. Потом участники вернулись обратно на место старта. Оттуда мы объявили второй неофициальный, мы его так всегда называем, старт. Сюда, на Орто-Сайские холмы, Босболток. Организаторы обещают, что в следующий велопробег состоится скоро. В связи с тем, что это была первая в этом году акция, расстояние до финиша было сокращено. Но с каждым разом оно будет удлиняться, говорят они. В древнем городе Баальбеке в Ливане сохранилось одно из старейших сооружений мира – грандиозный храмовый ансамбль. Немецкий археологический институт и компания Flowover зоны разработали приложение «Виртуальный тур по комплексу», благодаря чему достопримечательность можно рассмотреть в деталях с экрана компьютера. Карантинные меры стали толчком к развитию виртуального туризма, отмечают авторы проекта. У него есть масса преимуществ, потому что он инклюзивный и интерактивный. Его фотореалистичность дает публике ощущение присутствия. Внезапно виртуальный туризм стал интересен людям, стал им нужен. И даже после пандемии он будет пользоваться спросом. Приложение было разработано по чертежам немецких археологов, которые ведут раскопки в этой местности более 20 лет. Это один из самых больших римских храмов, когда-либо возведенных. Это удивительно и значимое место. К тому же в ансамбле строения есть хорошо сохранившийся храм Вакха. Возможность побывать здесь нельзя упускать. Виртуальный тур «Возрожденный Беальбек» можно отправиться бесплатно из любой точки земного шара. В этом помогут 3D-рендеры, панорамные виды и аудиогиды. Он вообще звезда. Он всегда, когда камера, он позирует, он и так встанет, и так встанет. Эти дикие животные пострадали от рук человека. Выйдя на пенсию, Андрей Шляхов организовал реабилитационный центр «Сказка живой природы». Сюда привозят раненых животных со всей округи. Взбила ее машина, сломала на крыло. Ну куда она денется, куда она пойдет? Ей просто ложиться и умирать. Так не должно быть. Ухаживать за животными помогают волонтеры. По возможности, после лечения животных выпускают в дикую природу. Но есть и те, кто уже не сможет вернуться в естественную среду обитания. Когда выпускаем не просто так, а делаем праздник, чтобы в этом участвовали дети. И им объясняем, что мы в ответе за все нас окружающее вокруг. В ближайшем будущем Андрей планирует организовать станцию «Юнатов», «Колебятню» и «Битомник» для дикобразов. Фестиваль «Вайсакхи» – праздник урожая и Нового года отпраздновали в городе Хасан-Абдал в провинции Пенджаб. Расположенный на северо-востоке Пакистана. В прошлом году сикхские паломники из других городов Пакистана и Индии не смогли из-за санитарных ограничений посетить это священное для их религии место. По преданию, здесь находится отпечаток руки гуру Нананака, основателя сикхизма. Важной частью памятника является омовение в бассейне, расположенном внутри храмового комплекса Гурдавара. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В Москве отмывают памятники и фонтаны после зимы, моют элементы дорожно-транспортной инфраструктуры, приводят в порядок фасады и цоколи зданий, отмывают памятники и фонтаны. Их промывают вручную нейтральными моющими средствами, которые не повреждают поверхности. Для промывки тоннелей и мостов применяют щелочные растворы. В работах задействовано свыше 250 единиц техники и около 2000 рабочих. В Нью-Йоркском ботаническом саду открылась выставка «Кусама. Космическая природа». Ее планировали еще год назад и отложили из-за пандемии. На выставке представлены работы 92-летней японской художницы Яйой Косамы, созданные как для интерьеров, так и для открытого пространства. По словам одной из организаторов, Карен Дауман, после тяжелого года всем нужно вдохновение. А эта красочная, веселая композиция дает такую возможность. Яркие краски, причудливые цветы, у которых даже есть лица. Работы Кусамы не могут не вызывать улыбку. Любимицем публики стала танцующая тыква, щупальцами сделанная художница специально для Нью-Йоркского ботанического сада. Микс живописи, фото и мастерства. Если раньше шутили, что рисовать учились те, у кого нет фотоаппарата, то эти художники идут в обратном направлении. Они делают снимки, которые похожи на образцы живописи. Вся магия в одном слове – гум-би-хромат. Процесс малопопулярный, а поэтому еще более интересный. Пробовали год и два месяца. Так как все описания, которые существуют в интернете, ну, по ним делали, по инструкции, ничего не получалось. В итоге появился свой процесс. Тот самый неформат изобрели еще в 19-м столетии. В период пикториализма фотографы старались приблизиться к полотнам. Но в 21-м веке мастер-классов никто не проводил. Анатолию и Дмитрию пришлось изучить тонну литературы и даже немного стать алхимиками. Теперь негативы в лаборатории превращаются в нечто невероятное. Свои работы фотохудожники печатают на стопроцентном хлопке, пускают в ход смолу акации, бихроматкалия и другие не менее интересные компоненты. Началось все, кстати, вот с этой работы. Делали работу, еще не было принтера, не было позитива, негатива. Поэтому выбежали на улицу, возле дома нарвали травы, положили, прижали стеклом и получился такой снимок. И краска здесь еще не художественная, это типа грабская краска. Ее вымывали четыре дня. Свои работы фотохудожники печатают на стопроцентном хлопке, пускают в ход смолу акации, бихроматкалия и другие не менее интересные компоненты. То, что я держу сейчас в руках, это гумиарабик, это такая смола южноафриканского дерева и акации смола, которая используется, создает основу для нашего раствора. Можно на ощупь, кажется, как будто это сладкие конфеты, карамельки. Но на самом деле у него такой даже интересный цвет. И за счет этого у нас получается основа такая желтого цвета, на которой и завердевает слой наш. Безумный азарт, как стремительное течение, выносит графика к новым берегам. Вдохновение наши герои находят рядом. Будь то винтажные вещи на барахолке или напоминание о пустынях Израиля. На реальность фотографу удается надеть загадочную маску, и то, что еще вчера казалось пустяком, оживает. Каждая серия, как завораживающий сон со своим посланием, причем неповторимый. Ия или рубашка с алтицей – неотъемлемая часть национального костюма. Ученые говорят, что ей не меньше двух тысяч лет. Уникальность Ии в узорах, вышитых вручную, в основном на рукавах. В них зашифрованы послания. Например, дерево означает жизнь, орех – знание, птицы – свободу. Всего более сотни элементов. Однако на Ии никогда не вышивали изображения человека. Это считалось негультурным. Сверху на плече алтица – она означает небо, посередине – земля и внизу – вода. Больше всего на рубашке геометрических элементов, а чем их больше, тем она старше. Рубашка со временем эволюционировала, и женщины стали стилизовать листья, деревья, растительные мотивы. Несколько лет ученые из Молдовы собирали доказательства того, что Ии до сих пор актуальна не только в музеях, но и в повседневной жизни. Они представили в ЮНЕСКО информацию об особенностях вышивки, о специфике плетения тканей для рубашки и о народных мастерах. На протяжении двух последних веков Ии рисовали французские художники, а ими вдохновлялись мировые дизайнеры. Включение в список ЮНЕСКО позволит прославить нашу традиционную рубашку. Люди узнают, что это достояние Молдовы. Также это поможет защитить её и сохранить. Алина Браду восстанавливает старинные узоры и переносит их на новую одежду. Она дала вторую жизнь уже десяти тысячам рубашек. Иия смогла сохраниться благодаря своему крою – реглану. Он очень удобен в повседневной жизни. Женщины надевают блузы и платья с вышибками, в том числе на праздники. Сегодня Иия есть в гардеробе практически каждой жительницы Молдовы. Она давно перестала ассоциироваться с чем-то вышедшим из моды. В следующем году эксперты из Межгосударственного комитета ЮНЕСКО проголосуют, достойно ли Иия быть в списке материального наследия. Ни традиционные вышивки, ни васильков. Сакральный смысл зашифрован в летящих силуэтах и асимметричных формах. Серый цвет тоже выбран не случайно. Это вот серая гризаль, напоминающая наши серые туманы, которых очень много в Беларуси, над болотами, над полями. То есть, понимаете, вот этот тонкий романтизм, который очень часто называют померковностью белорусской, да? А мне кажется, что это вот особое наше настроение внутреннее. Эти неровные низы, неровные длины ассоциируются с фартуками, с передниками, с паневами нашими. То есть, все, что характерно для этнического костюма, но переосмысленного. Белорусские традиции в повседневные образы вплетаются тонко. По задумке коллекция по зирк, а по русский взгляд, по-новому откроет белорусский лен. Он, как и много лет назад, в топе у дизайнеров. Я люблю такие вещи свободные, в которых можно все, что угодно делать, и всегда будет удобно. В этом платье мне не будет ни жарко, ни холодно, вот как надо. Крой замечательный, ткань очень легкая и удобная, для лета замечательно подойдет. Комбез с очень приятным посещением к телу. Эти наряды поступят в магазины к лету, а коллекция в этно-стиле белорусской недели моды уже можно найти в бутиках. Из-за пандемии и за показами в этом году следили онлайн. Но тренды эксперты отметить смогли. В современной моде нельзя использовать просто, знаете, фрагмент национального костюма, или использовать вышивку на воротнике, на жакете, потому что это будет, ну, скажем, реплика. А в данном случае дизайнер должен переработать идею и дать людям современную, модную, актуальную одежду из тех материалов, которые сегодня опять-таки хочет покупатель. В современном дизайне акцент не на орнамент и принты, главное – натуральные ткани. Чтобы раскрыть потенциал белорусских мастеров, на крупнейшем текстильном предприятии страны открыли дизайнерский центр. Свою первую работу – коврик для стула Ильгамет Хадеев до сих пор хранит дома. Сделал его 10 лет назад, даже дал название – Мон-Ди-Гах в честь родного села. По профессии Ильгамет – экономист, а страсть к ковроткачеству передалась по наследству. К созданию мини-ковров Ильгамет пришел не сразу. Сначала изготавливал ковры в форме флагов различных стран и продавал туристам. Работы оценила и местная художественная галерея, организовала выставку. Главное, чтобы на один квадратный сантиметр ковра пришлось как можно больше петель, которые образуют узор. В самом маленьком изделии мастера их 295. Вышивает Ильгамет на рамки с основой и шелковых нитей. Петли на нее наносятся иглой. Процесс трудоемкий. В день мужчина работает не больше двух часов. Все дело в петлях. Нужно учитывать расстояние между ними и длину. В самом маленьком моем ковре 50 рядов. В день получается сделать 8 рядов. Дальше уже невозможно. Глаза слезятся, давление подскакивает. По словам мастера, он уже побил предыдущий рекорд, который принадлежал гражданину Украины. Тот создал ковер размером 2 на 3 сантиметра. Однако попасть в Книгу рекордов Гиннеса Ильгамет пока не торопится. Своё имя он мечтает увидеть там в качестве обладателя самой обширной коллекции миниатюрных ковров. Зрители долго ждали его открытия и, наконец, дождались. Кинотеатр художественный снова распахнул свои двери. И свой первый за 7 лет показ он посвятил драме «Отец» с Антони Хопкинсом в главной роли. Увидеть премьеру и оценить обновленные художественные первой пришла светская публика. Среди гостей – Ксения Собчак, Владимир Познер и, конечно, звезды кино. Я очень рад, что создается тот архитектурный символ начала Арбата, каким он был очень многие годы. И то, что на это потрачены средства и усилия. И, наконец, это закончилось. Наконец, мы можем сюда прийти. Это большая радость. Радуется и молодое поколение. Ведь художественный теперь – это новое место для культурных тусовок. Вот сейчас здесь соединилось очень много разных людей из разных поколений, которые так или иначе участвуют в культурной жизни нашей страны. А теперь это место будет, куда можно будет прийти и посмотреть крутое фестивальное кино обычным людям. А ведь когда-то здесь бывали Лев Толстой и Сергей Есенин. В художественном проходили главные премьеры – броненосец Потемкин Эйзиштейна, а в 30-е годы – первые звуковые и цветные фильмы «Путевка в жизнь» и «Груня Корнакова». Художественный электротеатр – таким было его первое название. Открылся в 1909 году. По задумке архитектора Благовещенского, был рассчитан на 400 мест. Позже его перестроил Фёдор Шехтель. Реставраторы придерживались именно его чертежей, сохранили историческую лестницу и фонтан Фаея. Сегодня художественный снабжён современными лазерными проектами и звуковыми технологиями. Кинопоказы будут идти в четырёх залах, два из которых – камерные, открыты впервые. Восстановление здания курировал предприниматель Александр Мамут. Оно приспособлено именно к жизни кинотеатра 21 века. Здесь современное оборудование, здесь удобные кресла, здесь удобные залы, здесь пространство, которое включает в себя ещё многое, что должен включать в себя современный кинотеатр. Это кафе, книжный магазин, какая-то библиотека, фойе. Обещают и полюбившиеся москвичам показы с 35-миллиметровой плёнки, а также сеансы до трёх часов ночи. В репертуар войдут не только эксклюзивные ленты, но и редкие прокатные релизы. Вы просто можете прийти на несколько фильмов подряд, зная, что это будут достойные фильмы, и посвятить, допустим, вечер пятницы здесь просмотру самых крутых каких-то новинок, либо фестивальных показов, либо ретроспектив, либо и того, и другого. Несмотря на демократичные цены, попасть в кинотеатр будет непросто. Место модное, а значит, здесь всегда будет много гостей. Редактор субтитров А.Семкин